Мы в микрорайоне Удачный. Здесь открылось новое экспозиционное пространство. Оно называется «Галерея год живописи». Здесь показана буря эмоций. Девушка испугана. Она держится изо всех сил за рога быка. Бык ее уносит вдаль, в волны. В восхищении от картины делится увиденным и пережитым куратор Нина Иванова. И следующий этап – это примирение. Здесь хтоническое, животное, глубинное начало находит примирение с человеческим, с душевным. Мужское и женское соединяются в единое целое. Посмотрите, какое становится гладкое, тихое море. Восхищается глубиной картины куратор. Здесь сама нежность, женственность, красота. Художник Ирина Верпета. Эта работа называется «Желтые любовники». Это письмо. Это любовники на черном. Эта галерея – это продолжение нашего проекта «Год живописи», как мы это называем, резиденция проекта «Год живописи». Мы здесь продолжим знакомить красноярцев с местными художниками. Мы подготовили целый ряд выставок на следующий год. Это будут как герои проекта «Год живописи», так и другие талантливые красноярские авторы. Экспозиция здесь будет меняться каждые три недели. План выставок расписан до марта следующего года. Это одна из моих любимых вещей у Александра Краснова – фантазии андроида. У меня будет персональная выставка здесь же осенью, в октябре, рассказывает художник Александр Краснов. На ней будет несколько работ из моего нового периода. Как бы ты его характеризовал, уточняю я. Я назвал его «Глубокий космос», – отвечает художник и загадочно улыбается. Часть экспозиции показывает реалистическую школу от Кудринского, Форостовский, здесь у нас Воинов. И переходим в следующую часть. У нас два крыла. Одно крыло посвящено искусству реализма, другое крыло, мы так его назвали, искусство авангарда. Все художники, ученики реалистической школы, все прошли художественную школу, училище, институт, академию. Все умеют работать в рамках классической реалистической традиции, но каждый художник по-своему ее перерабатывает. И мы хотим показать, как от материального воплощения, от реалистического изображения мира, фотографического, точного изображения мира, как на работах, например, Сергея Форостовского, сипийная такая серия, как от фотографического изображения художник движется к эмоции. Художник не может нереальные вещи изобразить. Все, что вокруг него находится, оно действительно существует. Например, Иван Данилов, он пишет ни цветы, ни натюрморта, он пишет ощущения. Этот триптих называется «Транссибирский экспресс», собственно, окно, за окном пространство, автор Андрей Исаенков. Анна Осипова была первым художником, с которого начался проект «Год живописи». В этой экспозиции мы хотели показать, как авторский почерк Анны менялся в течение года. Сейчас мы видим новую Анну. Она обращается к тотемизму своего рода, и тотемом рода Анны является волк. Здесь показан пример совмещения прошлого и настоящего. Мальчик, ребенок, может быть, это ее сын, может быть, это человечество в детстве. Этот мальчик как настоящий в современной одежде. Показан в мифологическом сюжете. Конечно, это мифы тюркского народа. И Анна углубляется туда. И она здесь первая, единственная в Красноярске, которая так глубоко и полно разрабатывает эту тему. Она показывает архаические образы. Здесь мы можем увидеть и очертания лося, и очертания мамонта. И также разные наскальные рисунки. А здесь работой Валерия Иннокентьевича Кудринского. Таких художников действительно во всем мире можно пересчитать по пальцам одной руки, посвящается куратор. Человек работает на пленэре сложнейшей техники, акварельной живописи. И имя Валерия Кудринского для акварели, для акварельной живописи приравнивается к имени Пушкина Есенина в литературе. Ирина Вертета – один из уникальных образцов художников нашей красноярской земли. Ирина училась 19 лет на художника. Она прошла полностью всю реалистическую школу. От художественной школы до выпуска из Академии художеств. Достаточно просто человеку, имеющего классическое академическое образование, рисовать анатомически точно объект. И следующий уровень – это мета-искусство, когда художник переступает через себя и пробует изобразить любовь, тоску, грусть. Непосредственно здесь, в экспозиции, работы тех художников, которые были целый год резидентами этого проекта, про которых снимались фильмы. Выставочное пространство здесь действительно уникальное. Посмотрите, по всему периметру остекление, что редкость для экспозиции. Обычно окон нет, закрывают. А здесь кураторам удалось включить естественный свет в пространство, прямо как в залах Эрмитажа. Это определенно кураторская смелость – использовать дневной свет в экспозиции, работать с ним, как с инструментом выставки. Живопись любит натуральный свет. Посмотрите, как она рада ему, купается в нем. Посмотрите, как рады здесь и ей самой. Субтитры создавал DimaTorzok